Ну, кабан, конечно, жжёт вообще. Кабан жёсткий. Если видео досмотришь и поставишь лайк сюда, то твоё здоровье крепким станет раз и навсегда. Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сейчас на моём канале вы увидите стратегию в волдскульном пиксельном стиле, которая называется Tooth and Tail. Игра рассказывает нам про животных, которые сражаются за еду. И давайте посмотрим начальную заставку. Переводить я её не буду, сначала мы посмотрим, и потом, если что-то будет непонятно, я добавлю от себя пару слов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, суть такая. Четыре отряда животных сражаются за еду. Лонг Котс, Коммон Фолкс, КСР и Цивилайст. И вот, видимо, цивилизованные. И командир рассказывает, что мы будем есть мясо, как любое цивилизованное животное. Мы не будем есть там какую-то другую еду. Видимо, цивилизованные, или как, цивилайст далеки от еды. Теперь наш шанс настал. Мы играем за главнокомандующего Лонг Котс. И мы можем... Значит, мы носим с собой флаг, и мы можем на правую кнопку мыши командовать всей армией. Можем зажать кнопочку и вместе с армией идти. Мы натравливаем нашу армию на армию противника. И они автоматически их начинают убивать. Также здесь есть вода и всякие преграды, из-за которых мы медленнее передвигаемся. И у нас появляется новый вид войск. Смотрите, это обучающая миссия. И у нас появляются вот такие вот... Я не знаю, это барсуки или енот, или непонятно. Вроде барсуки. Это бомбардиры. Они предназначены для... Как я понимаю... Для того, чтобы вот такие вот постройки защитные... Разрушать. В принципе, можно взять огонь на себя. Вот так вот. Но быстро очень эти турели выбивают. Поэтому увлекаться не стоит. Так, появляются воздушные юниты. Идите к своим укрытиям. Как я понял, вот эти вот два типа юнита, которых у нас есть, вот эти белки стреляющие и бомбардиры, они не могут стрелять по птицам. По птицам стреляют вот эти вот турели. Теперь мы можем подойти и сфокусироваться конкретно на... На одном объекте, чтобы его быстро снесли. Настало время больших пушек. У нас появляется новый юнит. Вот такой кабан-огнеметчик. И у нас появляется задание. Основное задание уничтожить... Гристмилл. Видимо, это какая-то... А, как сказать? Мельница, да, которая еду... Производит. Вот по поводу воздушных юнитов я пока не уверен. Могут ли их бить стреляющие? По идее должны, но по факту мы поймем. По мере прохождения. Уничтожить пять вражеских сооружений нам нужно. Пять вражеских зданий. Как видите, вот эти вот бомбардиры, они атакуют с более далекого расстояния, нежели вот эти белки. А вот и мельница, наша главная цель уничтожения в этой миссии. И мы проходим обучающую миссию. The Long Coast Will Fist. Будут пировать. Революция началась. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Спи спокойно, мое дитя. Я обещаю, что цвелайсты больше не будут нападать на невинных людей. Ну, то есть, получается, что его сын, вот этого командира, погиб на войне. Я так понимаю. Эй, босс! Мы делаем все так, как вы нам сказали. Планируем, видимо, нападение, да? После вашего какого-то трюка в Боун Пиццах мы узнали, где находятся войны КСР. В КСР, да? В Блэк Следже теперь у него есть мельницы. Может, я что-то не совсем понял, но я так понял, что о ЕДе он говорит, что, типа, мельницы есть в Коттер Мастере. Про КСР. Ну, видимо, они хотят на КСР напасть и отнять мельницы. Цивилайсты. Они строят свои, видимо, свою армию. У нас же есть для них сюрприз, да? Как я и говорил, босс, у нас есть туннели, которые как раз там и проходят. И мы можем на них напасть и отобрать их кристмилсы, да, мельницы. Ага, это вот как раз новая миссия. В сложнейшие времена, в тяжелейшие времена лояльность не зарабатывается. Она покупается. Не понял. Под носом КСР Белофит собирает свою армию. Ага. Построить 8 варенсов каких-то и уничтожить аними вражеские мельницы. Хорошо. Давайте попробуем. Тактика будет важна здесь. Надо начинать строить воронов. Билд ворон. Так, у нас... Вот, на Е мы можем менять юнитов и менять, получается, постройки. Что мы можем строить? Мы должны построить билд ворон. Давайте построим ворон. Ворон это, видимо, яма, которая производит автоматические юниты. И вот эта яма производит белок. А если, допустим, мы вот так вот поставим и нажмем... Да, если мы выбираем бомбардиров, то появляется яма, которая строит бомбардиров. Значит, нам надо построить побольше вот этих вот ям с разными юнитами. Ну-ка. Два из шести и ноль из четырех. То есть мы можем шесть белок и четыре бомбардиров с собой таскать. Вот еда. Еду зарабатывают вот эти вот свинки. Они трудятся в поле рядом с мельницей. Сейчас мы соберем армию и пойдем разведывать карту. Так, у нас... Ну, бомбардиры долго строятся, заметьте. Нам надо еще построить одну ямку для... Ага, птицы. Ну, птицы... Вот сейчас посмотрим, можно ли атаковать птиц? Ну-ка. Будете их атаковать? Да, можно, можно птиц атаковать. Все нормально. Так. Построим еще вот этих и вот этих. Все. Теперь давайте искать, где у нас тут враги на карте. Карта небольшая. Вон, 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 вон. Ага. Фокусируемся теперь на этой турельке. Свиньи, кстати, вооружены. Тут тоже. Это не просто рабочие обычные. Командир принимает на себя огонь. При этом, при этом, мы можем... Ух ты. Я уж испугался, думаю, проиграл. Мы уничтожили вражескую мельницу и нам не обязательно командовать всей армией. То есть, мы можем, смотрите, взять с собой левой кнопкой мыши, мы берем с собой, допустим, белок. А правой кнопкой мыши мы берем всех с собой. Рефресшер of the controls. А. Ну, помощь нам сейчас не нужна. А вот бомбардиры-то как раз-таки здания очень быстро могут разрушить. The long coast. The long coast will feast. Ну, непонятно, на каком языке он разговаривает. Так. Эй, босс. Так, это я уже слышал. Открывается дверь, мы можем дальше это, я так понимаю, таверну, да, или штаб-квартира. Meet is what you make on it. А вот-вот-вот с этой белкой надо поговорить. Тут план какой-то. Эй, босс, мы... У нас есть небольшая проблема. И какая проблема? Некоторые мои братья работали на ферме, на мельнице. рядом с доками, да? А, были замечены желтые капюшоны или два. Желтые капюшоны или два? но не знаем мы кто это. Но теперь новости с доков не приходят. Мне кажется, это цивилайсты как раз видимо, напали. Готовьте буллет хайвс. Мы должны уничтожить доки. Ой, защитить доки. Защитите. Вот, интересно. Тут, видимо, про защиту теперь будет, оборону. Защитите мельницу. Завершите 16 фармс. Ему построить здесь 16 ферм. И внизу у нас были билд фарм. Строим ферму. Тубороу. Закопаться, что ли? Квикли. А, можно перемещаться между между этими, между мельницами. А, это кто? Архимед пытается меня уничтожить. Мне нужно построить защиту. Сел. А как мне построить новую? А, вот. Это турель. Вот, я турель ставлю. Одну турель. А эти же тоже нужно, наверное, защищать, да? Мельницу. То есть, обе мельницы защитить надо. Ну-ка. Вон, 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 он бегает. Так, значит, нам надо просто застроить все турельками. Хорошо. А откуда они пойдут? Они могут, например, отсюда пойти? Мне вот интересно. Билд фарм. Строим фермы. Но сначала, конечно, лучше турели. А, вот, птицы пошли. Чем больше ферм, тем нам проще защищаться. Потому что мы будем быстрее зарабатывать деньги, в нас будет соответственно больше турелей. А на воде их нельзя строить. А турели стоят всего лишь 60 голды. Вон, он побежал. Ага. Не-не-не, здесь я тоже защиту поставлю. А, тут еще змеи. Вот хорошо, что я здесь тоже поставил яд какой-то. Видите? слушайте, а вот это плохо. А что делать? А как мне... А как мне теперь интересно это, защищаться? Все, 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 уже у них не получится пробить это место. все нормально будет. Сейчас новую ферму построим. Так. Теперь у нас выживайте. А, сейчас волна будет, что ли? Да, сейчас волна будет. А, нет, все. У нас получилось, мы выжили. Ну, нас игра пока что обучает сначала нападению, основам, да, и обороне. И сейчас, я так понимаю, будет какая-нибудь миссия комбинированная. Вот, смотрите. Дальше идем. У меня есть новая идея. Когда цивилайсты построят мельницы, за городом. Так. Как они они так сделали на моей родине. И мой брат думает, что мы должны забрать эту мельницу, эти мельницы. Хорошо ему заплати, и он сотрет в порошок мельницы цивилайстов. хорошо. Но более всего я хочу, чтобы увидеть, как злится Архимед типа из-за своего поражения, да. так, что вот здесь уже, смотрите, комбинированная здесь у нас есть и турель, и огнеметчик кабан, то есть это комбинированная миссия, как я понимаю. Клейм, завоюйте шесть мельниц и уничтожьте вражеские мельницы. Ну давайте эту миссию попробуем пройти. Так, надо построить сначала побольше. В смысле? А, по одному что ли? Так, теперь надо поставить, а мы что, не можем ставить? а у нас нет, у нас денег нет. Давайте начнем с постройки. Нет, мы сейчас в углу же, да, лучше давайте в углу поставим, потому что турели будут спереди. вот, хорошо. Можем тут еще поставить? Не, не можем. Так, тут поставим. Турели поставим давайте вот вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Ну, по периметру, в общем, поставим турельки. Вот так. И сейчас у нас уже появляются белки. Мы добавим вот этих вот ребят надо бы добавить. Дорогие, да, очень? У нас не хватает денег. 120. Теперь берем всех, всех, все, все, сюда. рекрут. В смысле, почему я не могу нанять его? За 180, что ли, надо нанять его? Не понял. так, этого наняли. И этого наняли. А почему этого-то? А не его? А почему я не могу нанять его? Денег хватает вроде. А, вот. Все, хорошо. Так, ребята, он закапывается, иди сюда. Отступаем, отступаем немножечко. Давай, кабан, жги, жги, кабан. А, мне здоровье меньше стало. Видимо, потому что в этих... Ребята, ребята. Потому что в тренировочных миссиях больше здоровья давали. Ну, кабан, конечно, жжет вообще. Кабан жесткий. Тихо, тихо. Бомбардиры нужны очень. Надо бы бомбардиров еще. И кабанов, да. Ну, кабаны, они, наверное, дорогие очень. А тут, тут все нормально. Бейте, бейте, убейте его, убейте. А он сам побежал на турели. Вот, он, конечно, ошибку очень сильно допустил. Клейм. А, так нет, я не могу так с турелями-то с этими. Они не дают мне нормально завоевать. Так, кабан-то живет, кабан живет, красава. Это вражеские бараки. О, бомбардиры на очень огромное расстояние, конечно, бьют. Ставим новые фермы, чтобы еще быстрее зарабатывать еду. Ну, один кабан просто всех месит. Куда ты пошел? Что, белок маловато, мне так кажется. Такое ощущение, что их реально мало, их просто не видно, они маленькие. Так, ребята, давайте, кабан вперед. Кабан? Я так понимаю, если наш командир погибнет, то это все. есть. Есть. Больше, больше. А, мы прямо здесь можем построить яму? А, как понять, пять из четырех? А-а-а! Потому что я по-хитрому сделал. Я сначала построил, а потом нанял. И получается, больше, пять из четырех. Нормально, да? Так, давайте мы вот-вот-то турельку вот эту вот убьем. Сейчас построится это что такое? А, это белка? Построится сейчас и мы поставим о, новое. Хорошо. Большие еды, давай. Оп. Необычная стратегия, заметьте, то есть мы тут мышкой вообще не управляем. Мы управляем только клавиатурой. Три из шести, а где еще? А, они вот там дальше. Так, ребята, за мной. Two arms! А, заметьте, у меня жизни стало больше максимальных, да? Это что такое? Это дверьница, но хозяина нет. Еще больше жизни стало. Мои войны под атакой. Ну, ух ты, еще? Это, ну, не нейтральная, я думал, это нейтральная мельница, нет, нет. Тут, видите, они сами не построили фермы, но турельки поставили. Осталась последняя мельница. Ребята, не отстаем. Не отстаем, не отстаем. Вот тут еще должно быть. А, вон, 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 плюс 10 хп. Да, это из-за мельниц, видимо. Все, я, я свечу, бейте, бейте. Белка, все прибежала, откуда не возьмись. Последняя мельница. Но пока не засчитана. Видимо, когда она построится, тогда мне засчитают победу. Либо, нет, нет, я не уничтожил все вражеские мельницы. Вот это, по-моему, все. My farms, в смысле. А, фермы, наверное, истощаются. А, вот, 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 вот он, иди сюда. Видно, какие-то даже. А он, все, он уже смирился, да, с поражением. Ребята, вот он. А почему они его не бьют-то? Победа. Неплохо, да. Ну, необычно, необычно. Необычно. Я вот, никогда, мне кажется, в такие стратегии не играл. Именно вот, в привычные играл, да, там, типа, генералов, да, но не в такие. Ну, что же, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!